И мы с вами снова в студии Мумагик и снова комментируем матчи нашего турнира по модерну. Сегодня будет последний матч четвертьфинала. И со мной сегодня Кирилл Царьков. Всем привет! Давайте немножечко расскажу, кто у нас сегодня будет играть. Сегодня будет играть Роман на Красной Бестии и Красных Эльдразях против Леонида Чернобильского, который будет играть с кейпшифтом. Роман — это победитель нашего прошлого такого же турнира и вообще довольно интересный, я бы сказал, игрок. В текущих лигах, которые закончились, он занял первое место и в Модерне, и в Паупере. То есть игрок сильный. Сразу скажу, сильный игрок. Я думаю, все, кто хоть раз был в клубе, об этом знают. Да, да, да. Или кто на деке сидит, или в чате, все знают Романа. Несколько вопросов задам Кириллу тогда, чтобы немножечко его представить. Как давно ты играешь в Магио? Я играю в Магио с Тайма на Спирали. Тайма на Спирали — это 2006 год. С Таймс-Пирали? Да. С Таймс-Пирали. По этому поводу у нас будет небольшой сюрприз в конце видео, не переключайтесь. 2006 год. Ну да, примерно так, да. Насколько я помню, вначале ты приходил играть 2хг. Да, это был мой любимый формат. Мы приходили с другом, играли только 2хг. У нас была сплоченная команда. Это был веселый период. Насколько я знаю, и насколько знают многие из наших зрителей, ты мультиформатный игрок. Ты играешь вообще все, что, в общем, плохо лежит. Из тех форматов, которые ты играешь сейчас, какой твой любимый? В данный момент Винтаж. Винтаж. Ты смотрел наше видео про Винтаж? Да. Там все правда, да? Все так. Дима не говорит неправду. Понял. Тогда еще один заключительный вопрос. Ты, на мой взгляд, являешься одним из немногих в России профессиональных игроков в магию. Что я имею в виду под профессиональным? Я имею в виду то, что магия составляет ощутимую часть твоего дохода. Это правда. Это верно. Я бы назвал себя полупрофессиональным игроком. Полупрофессиональным игроком. Хорошо. Я много времени трачу. Из чего состоит день полупрофессионального игрока в магию? То есть мы представляем, если день обычного сотрудника. Ты с утра просыпаешься, идешь на работу, бла-бла-бла. С магией как? Я с утра просыпаюсь. С утра просыпаешься. Занимаюсь своими делами. И где-то часа в 4-5 сажусь уже плотно играть. И дальше в зависимости от предстоящего большого турнира в онлайне. Я обычно наигрываю к нему, будь то Qualifier в арене, будь то PTQ и Magic Online, или какой-то другой крупный онлайн-турнир от независимого организатора типа Red Bull. И наигрываю этот формат. То есть ты играешь в обоих платформах, и в Magic Online, и в арене? Да. Что за больше времени у тебя выходит на что? Больше на Magic Online. На Magic Online. Да, что там больше форматов, больше компетитива. Да, да, больше возможностей проявить себя. Отлично, мы узнали немножко про Кирилла. Теперь я предлагаю узнать чуть побольше про наших участников, и передаем им слово для интервью. Привет, меня зовут Чернобильский Леонид. У меня 15 лет, я школьник. Меня зовут Роман Масваджил. Мне 38 лет. Род, деятельность, юрист. В Магию я играю примерно 4 года, и меня она значит небольшая часть жизни. В Магию я начал играть довольно рано, ну, относительно других. Я помню, что когда я пришел первый раз в клуб, где играли в карты, я тогда прогуливал школу. Ну, это нормально было. Ну, вот, нормально для того временного периода. Тогда был полностью уже выпущен весь первый Урза-блог. То есть Урза Сага, Урза Destiny и Legacy. Какой-то год, честно говоря, я не помню. Я просто помню, что я еще был в школе, где-то в старших классах, ну, там, 10-й, наверное, класс. Затем, я помню, какой-то год. Я в то время уже активно увлекался какими-то компьютерными играми. И тут мне предложили как-то раз... Сначала я дома поиграл, какой-то интересной карточной колодой. Мне там так получилось, что, по-моему, брат принес, мой младший сводный, принес домой какие-то две колоды. Давай поиграем. Объяснил мне какие-то там элементарные правила. Мне понравилось. Потом я пришел как-то раз в клуб. Там люди играли этими классными карточками. Когда были, я помню, самые ценные карты, это Мастикора и Сира Аватар. И с тех пор как-то я, ну, периодически в эту игру поигрывал. Конечно, с каким-то перерывом у меня был. Перерыв там в районе там 6-7-8 лет я уже точно не могу вспомнить. Но в 10-м году я вернулся. Ну, и как хобби, это, в общем-то, игра до сих пор мне нравится. Бумажной магией я занял второе место на кубке четвертого хода, на котором собралось чуть больше 120 человек. Я считаю, это прекрасное достижение. При том, что я начал с поражения, потом затащил 6 или 7 подряд. В онлайн-магии я буквально две недели назад в топ-чейндж или Гасёва зашел. Самый большой мой успех, тут, в общем-то, вряд ли есть какие-то сомнения. Безусловно, это топ-4 Гран-при Москва, лимитаны, которые мне довелось попасть в 2012 году. По итогам всего сезона я стал чемпионом России по парапайнтам и поехал как лидер национальной команды в Голландию, в Амстердам на чашку. В общем-то, я думаю, что примерно топ-4 Гран-при, наверное, был моим самым большим в магии достижениях. Ну, а так у меня, конечно же, того, что я там на уровне России выиграл, тут, конечно же, много чего можно привести, но я думаю, что в этом нет никакой необходимости. Сегодня я играю пятицветным Амнат Шифтом. Это колода, цель которой заключается убить оппонента, ход так на шестой или седьмой. Ставя при этом нечестных плейнсволкеров, играя нечестные сплы. В этой колоде также лежат маленькие тифери, арены, итерации. А сайдборд полностью состоит из контрмагии и различного хита других колодок. Вы знаете, этот вопрос очень сложен для меня, потому что после выхода в горизонт модерна номер 2 мне, в принципе, ни одна колода в модерне не нравится. Мне не нравятся те карты, которые выпустили в этот формат, и я с тех времен нахожусь в неком поиске для себя каких-то оптимальных вариантов, чем бы мне не только хотелось бы побеждать, но и тем, чем бы мне хотелось играть. Потому что я очень никогда не любил брать колоду, которая там всех побеждает, но при этом играть, которая мне не нравится. Поэтому в данный момент у меня выбор встал на колоду, которая называется «Красные Ильдрази». У меня, получается, в деке есть существа, которые мне нравятся. Это, собственно, сами Ильдрази и новый красный элементарь. Есть также карты, которые влияют на стол и как-то запрещают оппоненту играть в свою игру. То есть это «Чаррисов Заводит» комплект и комплект «Красных Лун». Я не уверен, что эта колода хорошо сейчас позиционирована в формате. Я, на самом деле, думал над другими вариантами, которые можно прийти на этот локальный мини-турнир. Но потом посчитал, что я все-таки хочется, наверное, удовольствие получить. Потому что призы, это, конечно, круто, но без удовольствия это тоже мне лично никакого интереса не представляет. Поэтому я, в общем-то, остановил свой выбор именно на такой колоде. Я вообще изначально думал пойти обычным Ильдрази, троном классическим, адаптированным по текущей реалии. Но есть, скажем так, карты в формате, которые мешают, не позволяют ему функционировать на том уровне, которому бы мне хотелось. Поэтому я выбрал такую красную Ильдрази. Ну а как получится, я не знаю. Тут, знаете, кому как повезет. Я не знаю, чем играет мой оппонент. Понятия не представляю. Но вполне возможно, что я смогу хотя бы составить какую-то ему достойную конкуренцию. Спасибо, вам желаю удачи. А вы переноситесь не только к матчу, но еще и в мою квартиру. Дело в том, что у парней по техническим причинам не получилось с первого раза записать этот матч. Если хотите знать почему, то остановитесь нашими лотусами, потому что они в курсе всей внутренней кухни канала. Сейчас будем комментировать матч Кирилл Царьков и я. Кирилл уже смотрел этот матч, но он не рассказал мне результаты, поэтому для меня это будет абсолютно впервые. Я буду комментировать то, что вижу, и в действительности удивляться каждому тапдеку, а Кирилл будет более профессионально рассказывать о том, что происходит. И мы с Кириллом оказываемся в самом матче. Кирилл, расскажи, действительно ли Роман настолько хорош, как он был на прошлом турнире? Слушай, ну о том, что Роман хорош, прежде всего говорит то, что он в этом сезоне занял первое место и в модерновой лиге, и в поперной лиге. Вау. Любой человек, пришедший в единорог на Дейлик практически по любому формату, может убедиться в том, насколько хороший Роман. При этом Рома выбрал монокрас на Хальдразе. Ты думаешь, это достойно лучшего игрока? Ну, слушай, это точно достойно Романа, потому что он большой любитель и красного цвета, и Хальдразей, поэтому здесь никаких вопросов быть не может. Но я вижу в руке у Ромы красную луну. Мне кажется, это может быть довольно убийственным для Кирпшифта. Да, именно. Это ключевая карта, конечно, в этом матче против пятицветной колоды Леонида. Несмотря на то, что у него есть в колоде комплект Дриад, который, если зайдет после Луны, даст всем землям любой базовый тип, но прежде всего эту Дриаду надо поставить. И найти зеленую ману для нее еще. Да, и найти еще зеленую ману, а под Луной все это, конечно, сделать сложно. Да, но я так понимаю, что у Романа тут нету какого-то жесткого таймера, то есть ему нужно просто воткнуть Луну и спокойно развиваться по столу. Да, в принципе, этот матч вокруг Луны, конечно. О, это в Рене Цикса лучший Плэнс Волкер формата, как я слышала. Да, у Леонида был довольно быстрый старт через обезьянку, которая разогнала его по манне. Вот. И большая проблема в том, что у него нету фечек. Конечно, зная о том, что у Романа комплект Лун, он бы наверняка с фечки нашел бы базовые земли, и потом бы в Рене мог бы прокрутить даже эту единственную фечку. Но вот, к сожалению, у него только обычные земли, и в Рене даже нечего было с кладбища вернуть. Да, и теперь эти все земли красные. Да, и теперь, собственно, приходит Луна, и положение Леонида незавидное. Слушай, ну у него есть Врен, он может его плюсовать. К сожалению, конечно, тот не выигрывает игру. Боюсь, что это единственная опция, доступная Леониду в данный момент. А вот и появляется первый порщик у Романа. Ну, 3-2, это, конечно, неторопливый такой порщик. Неторопливый, но когда у Леонида нет вообще никакой игры, то есть... А почему Леонид не положил землю? У него есть земля в руке? А, я не видел, не, я просто сказал, что не должна быть земля. Я не думала об этом. Нет, к сожалению. К сожалению, нет у него земель, но и более того, это даже земля не сильно ему поможет, нужны базовые земли. То есть у него в руке есть Брик Туайт, с помощью которого он может найти практически любой спал в своей колоде. Но ему для этого нужна зеленая-синяя манна, поэтому в данной ситуации его спасают только... Цикли трюмы. Цикли, да, и надеяться поднять мануально базовый лес и базовый остров, который у него по одной копии в колоде. А Роман, он тем временем не теряет времени зря и просто наваливает разных ребят за три маны. Существо 3.1 внезапно стало очень агрессивным и абсолютно неубиваемым. Да, и Роман... Роман, кстати, испугался все равно в Рен-Цикс. Да, на всякий случай убил Врена, честно говоря. Не знаю, насколько он страшен для Романа. Ну, да, в любом случае эта партия заканчивается. И перед тем, как мы перейдем к сайдборду, я бы хотела разыграть три карточки, которые связаны с этим матчем. Это залить цветом, провидеть узла мыслей и дрят Элизийской рощи. Разыгрывать мы их будем по самому интересному ответу на вопрос. Какие колоды вам больше нравятся? Одноцветные или многоцветные? Может быть, вы опишите какой-то любимый матч своим моноредом или расскажете о том, как вам нравится собирать пятицветные колоды и разыгрывать любые сплы, которые относятся к этим цветам? Пишите, мы выберем самый интересный комментарий и разыграем эти три карты. Но если вы не сможете выиграть, не расстраивайтесь, потому что эти карты можно купить на mymagic.ru. А сейчас мы перейдем к сайдборду. Ну, после такого поражения на месте Леони, я бы, наверное, засадила всю контру, лишь бы не пропустить Blood Moon на стол. Ну, Blood Moon, конечно, летальный, но лучше на него отвечать постфактум, вот с помощью Force of Tiger, например, которые, можно сказать, бесплатно. А из контры у него в листе есть мистиковые диспуты, которые аж за три маны будут контрить Луну, только мне кажется, это не самый лучший план на этот матч. Потому что у Романа может не оказаться Луной на руке, он может просто ставить тебе пацанов за три маны и контрить их за три маны. Ну, мне кажется, не очень выгодно. А, ты готовишься к тому, проигрываешь от другого. А, знакомые ситуации. Да, а вот FASA, конечно, отличная карта, потому что говорится бесплатно. И может ответить не только на Луну. А, ну там на чалюсе еще он отсаживает. Ну, ладно, может ответить на две луны сразу. А, еще одна супертех. Ты видишь, что тебе ставят Луну, берешь ману в пул и играешь за ману, которая уже в пуле силу жизни на скорости инфент. После того, как Луна в поле. Да, важно не забывать о том, что заклинания, у которых есть альтернативный кост, еще можно говорить и просто за ману. Да. И распространяющееся море, я так понимаю, это против всяких каверн и мерзких Эльдрази-темплов. Да, и, например, можно даже забавно сказать, на базовый Вейстас Романа, и у него тогда под Луной, например, у него не будет возможности получить бубновую манну. Вау. Но при этом можно сказать ей в свою землю под Луной, опять же, чтобы она давала тебе синюю, потому что она будет являться. Но тебе нужно синюю, чтобы сказать море, чтобы получить вторую синюю. Да, но Спрэнсис стоит 2 манна, а у нас стоит 3 манна, поэтому ты можешь успеть сказать тебе до этого. Ну, по поводу Отсайда, мне кажется, все понятно. Ну, кстати, я не уверен, он отсаживает обезьян, которые как раз-таки очень хороши тем, что в этом матче, тем, что могут купить тебе практически полхода, тем, что ты можешь выложить свою землю раньше, и ты можешь успеть или собрать монобазу до Луны свою, ну, найти базовые земли печками, ну, или просто как-то быстро выйти в Bring to Light, например, за там, Непросом, или там, необходимым тебе на данный момент. Типа обогнать, то есть ты, наверное, больше выразительных итераций убрал бы? Скорее, да, потому что вот с помощью итераций у тебя просто нет времени ими что-то искать, пока тебя... Пока тебя болят. Да, существа. Так, а Роман добавил больше альтернативных Никонов, как я поняла, и немного контры на кладбище, чтобы это все, чтобы в Рен не смог играть? На самом деле, да, как бы против Рена, но в первую очередь, скорее просто потому, что он отсаживает четыре чалиса, которые совершенно ничего в этом матче не делают, и двух гигантов, и ему надо просто что-то добавить, а Релик, ну, да, во-первых, против Рена, если бы, например, в первой у Леонида была возможность скрутить фичку, игра могла сложиться совсем по-другому, Релик это запрещает, но и он просто циклится за одну ману, что, в принципе, гораздо лучше, чем бесполезный чалис. Также Роман садит две волшебных подзорных трубы, как раз против Рена, чтобы остановить его, и дракону и Чандру, ну, дракон может сломать небазовую землю, что практически все земли в колоде Леонида, ну, а Чандр просто дополнительные угрозы, на которые сложно ответить Леонида. Мне кажется, вполне... Вполне, да? Отличный сэкбор, да. Посмотрим. Я все-таки болею за то, чтобы Луна была разрушена, потому что мне очень нравится Force of Vigor, и я хочу посмотреть, как закрутится пятисветный Бринг Плайт. Да, собственно, увидеть, как работает колода Леонида, да. Да, так что давай перейдем к следующему матчу и посмотрим. И мы возвращаемся на боевую арену. Парни уже засадили свои карты и раздают себе первые руки. Ну что же, болеем за Леонида. Кирилл, ты как? Да, я тоже болею за Леонида, и мне симпатично. Пейти цвет! Пейти цвет! К сожалению, начинает он с Мулигана. Но значит, он находит лучшие карты своей колоды. Да, да, надеюсь. Он найдет Force of Vigor, или, по крайней мере, руку с большим количеством феечек, чтобы обезопасить себя от Луны. О, я уже вижу Луну в руке Романа. Как я вижу, Роман раздал, да? О, нет, это снова Луна. Да, Роман, конечно, ну, как сказать, удачно, удачно себе сдаёт. Ну, да, мы обсудили, что Луна включая мачо. Но мне кажется, что это основное, что он умеет Прошники. Известно, что хорошие раки отличаются от плохих тем, что хорошо себе сдают. Всё так, да? Только этим. Но, кстати, Леонид тоже сдал себе карточки хорошие. Я вижу Сайдовое море. Это значит, что он тоже сможет нападать на землю. Но нет, у него Мулиган до пяти будет. А, Мулиган до пяти? Ну всё, это нечестно. Я требую вернуть черновесную карту. Посмотрим, теперь он сдаст себе самые-самые лучшие. Пять оставить. Самые-самые-самые лучшие карты. Так, ну всё, всё, Роман, успокойся. Ой, Леонид, Леонид, ты уже достаточно Мулиганился. У него, кстати, есть фечка. Да, примерно одну фечку я вижу. Это хороший признак. Так, Триом, нафиг. И ещё одну землю, нафиг. Нафиг землю вообще, ты ещё поднимешь. У тебя же колода про землю. Да, я тоже так всё делаю. Без смысл твоей колоды. Не, 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 он оставил всё-таки одну землю, только убрал. Ну что, пять карт? Ну, по крайней мере, он стабилизирован по цветам. Но, к сожалению, не стабилизирован пока что по базам земля. Посмотрим, как она сложится. Не, ну ладно, у нас уже есть фечка. Это значит, что будет базовая земля. Ну да, да, по крайней мере, одна базовая земля-то будет. Романное время начинается с релика. Что-то обезопасить себя от врена. Пофиг, пофиг. Врена нету, хорошо. Да. Пускай, пускай, вот релики там, туда-сюда. Ага, ещё одна поверхностная земля. Насколько нормально сейчас модель не играть повёрнутыми землями? Ну, не то, чтобы у тебя в пятицветной колоде есть большой выбор, играть им или не играть. Если ты играешь пятицветами, тебе так или иначе необходимо играть треомами. Ну, просто мне казалось, что когда-то это было прям очень критично, не играть повёрнутыми землями. Ну, сейчас я смотрю... Ой-ой-ой, Роман ставит трубу и без вариантов... И ничего нету. Да, но он может назвать её на фичку. И он делает это без вариантов. И Леонид оказывается в очень сложной ситуации сразу. Вот у него была нормальная сдача, и вот уже... Вот это... Вау-вау-вау, Леонид тоже непросто. Он делает себе базовый остров. Это да. Ну, да, во-первых, он изгоняет трубу призматиком, чтобы иметь всё-таки доступ найти базовый плейнс. Теперь уже потому, что базовый остров. Пойдём нормально. И тут, кстати, приходит луна, но мы уже не так уж сильно её боимся. Где же... Да, 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 да. Но тут без вариантов, да, конечно. На третий ход, если у тебя в руке есть луна, то её необходимо ставить. Но мне кажется, Леониду на руку, что Роман не так уж быстро начинает давить по шерточкам. Да, к счастью, никакого счётчика пока нет. И у Леонида есть возможность с двумя базовыми землями. По сути, красный цвет в его колоде тоже нужен. Так что у него, по сути, три цвета в колоде есть. Так, играет он... Это итерацию. Да, но ферточка про Луну и ничего не делает, к сожалению, уже. А, точно, я забыла. Спершу вас в полной. Но, на самом деле, Луну-то он может изгнать с помощью как раз призматика. Я правда не помню, оставил ли он второй призматик на руке. А, он взял Тефери и, в принципе, он может побаунсить Луну Тефери в какой-то момент. Да, но он за этот ход может, например, взорвать птички и найти себе два злой зимы. Браман тем временем... О, и сдаёт он себе море. И вот здесь интересный момент. Он говорит море на пустошь, и теперь сам Браман оказывается... Да, он сам оказывается в ситуации, что Луна запирает его. Он может разыгрывать красные заклинания, но не может разыгрывать заклинания, у которых на кости присутствует бубна. Вау-вау-вау. И более того, он просто не сдаёт себе четвёртую землю и пока что передаёт ход. И вот Леонид ставит Тефери. И здесь интересный момент. Дело в том, что Луну-то уже возвращать, по сути... Ой-ой-ой, зачем же? Луну-то возвращать, по сути, уже не надо было. Поскольку она не несёт такой опасность... Именно в данный момент для тебя опасность не несёт, а Романа она заперла, по сути, в этот момент. И надо было бы вернуть шейпшифтера, да? Да, мне кажется, более правильной игрой было бы вернуть шейпшифтера, потому что подробовать в эстис у Романа вероятность не такая большая. И ты просто покупаешь себе время на то, чтобы немножко развиться. И потом, может быть, второй раз докачать Тефери до трёх, и уже в какой-то момент вернуть Луну, когда ты можешь иметь доступ к какому-то большому разыгрышу. Это другая идея. Он как бы запер красную ману теперь у Романа, чтобы Роман не мог разыграть Луну. Да, но красных земель у Романа очень много в колоде, гораздо больше, чем пустоши. И, собственно, что Роман и нам демонстрирует, тут же поднимает красную землю, тут же возвращает Луну. И получается, что единственное, что получил от всей этой ситуации Леонид, это Базовый Форест. Это, конечно, тоже был приятный, но я не согласен с его поэром. Ну да, да, да. Конечно, если бы он убрал шейпшифтера, там и Тефери бы выжил, и всё такое. Да, на мой взгляд, это было бы лучше. Но, опять же, за игровым столом у нас находится Леонид, и поэтому решение принимать ему. Да, и он ставит Амната, тем самым как бы... Ну, Амнат больше шейпшифтера. Он больше шейпшифтера, и он даёт 4 хита каждый ход, поскольку фичку он взорвать не может, другие способности Амната нет, но если он будет регулярно ставить землю, он регулярно будет получать 4 хита. О, нет, это без Мэмбер. Да, это в теории, а на практике... На практике без Мэмбер. А, но там, кстати, есть второй Амнат. Да, но сам Амната он поднимает второго Амната, и, в принципе, дела у Леонида не так уж и плохи. Ну, пока да, но, конечно, Луна — это мерзко. Знаешь, мне это напоминает какой-то, скорее, бой этих лендлордов, когда вы воюете именно ресурсами земель, а не какими-то другими картами на столе. Да, да, это правда. Ну, по идее, они должны были бы выигрывать в этой войне, но Роман хорош своими морями. Роман ставит как раз сайдовую Чандру. Чандрина! И она будет, наверное, в Ману выходить. Мало того, что это счетчик для Леонида, так еще это и ремовал для Амнаты. Да, но, кстати, мы же все помним, что все-таки мулиган до пяти был, так что с мулиганом до пяти — это нормальная... Ой-ой-ой, конечно. Да, Роман выбирает вторую способность Чандры, получает Манну. Для этого Эльдразия Бубна не нужна, и Леониду приходится аж за четыре Манны изгонять призматиком Чандру, чтобы на следующий ход поставить Амната и попытаться тут же поставить Землю, получить четыре Хита и хоть как-то остаться в игре. Хотя можно было бы изгнать еще и Луну. То есть это, по идее, был ответ как раз на мерзкую Луну. Да, но тогда бы Роман снова получил бы доступ к бесцветной Манне. Впрочем, не сказать, что Романа это хоть как-то... Отсутствие Чандры хоть как-то останавливает Романа, поскольку мы видим у него на руке два гиганта, которые только и ждут возможности... Рома же отца этого двух гигантов, он поднял остальных двух гигантов. Да, и поднял остальных двух, и они выигрывают ему игру. Магия такая магия, мулиган до пяти и отличные табдеки Романа. Я поздравляю Рому с победой и надеюсь, что дальше он будет справляться так же успешно. Будем теперь болеть за него. А вы не переключайтесь, потому что Александр Семкин обещал вам сюрприз. Хлопаем, переместились на другой ракурс и начнем скрывать этот дисплей. Давай. Это лишнее. Чувствую запах ностальгии прямо. Я надеюсь, что я чувствую запах денег. Так, давай по-честному поделим. Вот тебе еще шесть, и мне еще шесть. Копье в голову не приходило. Между прочим, важная карта для... Для Финти, которая не... Для Модерна, да, в свое время бы была. О-о-о-о! Чалис не файловый, но чалис. Очень важная карта для Модерна, как мы только что вот не наблюдать. У меня, по-прежнему, снова файловый. У меня Силанс Краинг. Олббордер. Я что-то сегодня по олбордерам прикалываюсь, короче. Договор о... Величественный симулякор. Привет. Словные карты. Сколько историй сразу... Это ж бык. Вспоминается, да. Ресторейшн Ангел. Смотри, я реально по этим как-то... По олбордерам. Вава Спайк. Плиты Харкейра. Мышь второго кросса. Ну, ну, просто... Понтер. Давай просто... Просто файловый Понтер, давай. Очень важная карта для Модерна. Эксперимент, я даже не знаю, что он делает. Лотус Бум. Это же... Болотный удав. Фактически Ривер Боа. Уравнитель. Уравнитель не очень уравненный. Копить Петроглифы. У меня бесконечные будут существа мои. Беспособности получать... Плюс-2, плюс-2. Эта карта... Скажи мне, что это... Еда Хастейпл. Не совсем. Эта карта использовалась на арте, на одном из артов в Стрихс Хайвене. Именно этот символ, он нарисован на доске. В качестве пасхалки. Понял. А мне яростные педальники. О, кстати, это комба. Ого! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и бесконечно крутим. Ну, Тис. Кровавые узы. Западный товар. Смерть живого. У меня, что Гурмакс и убийца. Ну, Гурмакс неплохой. Он, да, смерть живого, как Мишка, не перевездаю. Скачок в эволюцию. Это какой-то крышачок пояс. Ну, Тис. Давайте что-нибудь уже сочное. Генсер, Круиз и... Унижение. Унижение. Вис Габрюк. Бурк-бурк. Забытые у Романца. Что-то не то. Так. Ну, файловое унижение уже неплохо. На карте написано, что это ценная карта. Ценный. У меня написано, что это разведчик. О, каратист. И легион щеп. Вот тоже, где не стоит, скорее всего. Да, с полицей все-таки. Унижение. Унижение. Есть фанаты. Щепок. Щепок. Искоренение. Нет. И молчание. Молчание. И жилищ Диад. И Майская Диада. Великий Горгадон. Играл я им когда-то. Да, я тоже играл. У-у-у! О-о-о! Пойловая разочка, наконец. Пойловая разочка. Пойдет, выкапывание, все неплохо, но, как-то, мне кажется, он не играет. Да, было время, когда он не рыба. Довольно активно играл. В Легаси даже, если на меня хватит играл. Визула. Это, допустим, тоже мифик. Игранса. Не знаю, кто это. Вот она. А это красиво, кстати. Ставка сегодняшнего стрима. Это красиво. Это красиво. Такой я даже просто не видел никогда. Договор вызывателя. Бараль. Пульманический. Ян по щепкам сегодня. Цель. У меня остался один быстрый у тебя. Подожди. У меня он тоже из первого лорова. Играбельный как-то модернный. Я надеялся, что и Бараль когда-то был играбельным в модерне. До сих пор есть. Просто колода, ну, Стору не так популярна. Знамя завоевателя. Это? Ида Хастейпо. В этом я уверен. На сто процентов. Все, что за 5 ман и дает плюс 1, плюс 1. Все классно. Вот это классно было, когда был эффект. Даааа. Отлично было. Красно. Ну что ж, последний бустер. А последнему. Вооо. Минутерская копеечка. Ну, это всего лишь гоблин инженер. Гоблин инженер. Так. Что у нас есть такого, чтобы разыграть интересного? Хочется, чтобы эта карта была полезная в модерне. Полезная в модерне? Что ж, эти карты есть у нас. Эти карты есть у нас. Мы долго думали, какую карточку разыграть. Не пришли к выводу. Много спорили. И решили выбор приза оставить, опять же, тоже победителю. Одну из этих трех карточек по своему выбору получит человек случайный, который напишет под этим видео комментарий минимум из четырех слов. Обратите внимание. Вы можете принять участие сразу в двух розыгрышах. Написать историю из жизни и получить карточку в сайт-борде, который мы рассказывали. И получить эту же карточку случайно. Пишите обязательно. И с Кириллом мы не прощаемся надолго. Он будет у нас на канале еще в ближайшее время. А вас мы ждем у нас на канале на следующий матч по модерну. Это будет Егор Юрескул с Дмитрием Чинаревым. Егор Юрескул будет играть в Creativity, который вы могли уже видеть. А Дмитрий Чинарев с инвертором. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать колокольчик и спонсировать нас под этим видео. Кнопочка будет. Всем пока. Кирилл. Всем пока.